Без официальных речей и патетики сегодня за столом не просто бывшие коллеги, друзья. Гильда Александровна в кругу педагогической семьи, той самой, которую создавала на протяжении 23 лет управленческой работы. Радостным поводом для встречи стала инициатива главы Андрея Иванова о присвоении Гильде Александровне звания почетный гражданин Одинцовского района. Идею поддержали в поселениях, где Гильда БОД побывала с визитами, каждую неделю встречи, общения, воспоминания. Я за это время побывала как будто опять в своей стезе, на своем поприще. И по тем образовательным учреждениям, это были все-таки в основном образовательные учреждения, везде были теплые очень встречи. Я понимаю, люди говорили все только хорошее, я все время говорила, ребята, ну не такая уж я была, мягкая и пушистая. Я была разная и строгая, и бывало, что и наказывать приходилось, к сожалению. Но вот это качество все отмечали, что строгая, но справедливая. Буду надеяться, что это было так. Гильда Александровна не перестает напоминать. Звание почетный гражданин Одинцовского района – заслуга всех педагогов и управленцев, работающих в системе образования. Они выстояли в 90-е, сумели выстроить слаженный механизм. Нынешние руководители в прошлом – тоже педагоги, которых в свое время разглядела Гильда Бот. В 2007 году указом президента России она была награждена Орденом Почета. По сей день Гильда Александровна в курсе всех событий, происходящих в системе образования. Это очень большое счастье, когда работаешь под руководством человека умного, харизматичного, умеющего принимать решения, отвечать за эти решения. И, конечно, ставить перед аппаратом управления образования конструктивные, интересные для выполнения всем аппаратом задачи. Мы же работали с вами в 90-е годы. Какие это были тяжелые годы? Но я их вспоминаю, как счастливые годы. Как счастливые годы. Потому что была дана очень большая свобода. Свобода для творчества. И вспомните, мы с вами проводили аппаратное совещание. У вас возникали идеи. Мы их обсуждали. И если они были, так сказать, приемлемы, это и с директорами школ было, это и на аппаратном совещании, когда мы выходили на руководство района, получали отмашку и развивались. Жизнь не стоит на месте. Город строится и растет, а вместе с ним увеличивается нагрузка на образовательный сектор. Гильда Александровна поддерживает коллег в их непростом труде. И напоминает, что только строгостью и мудростью можно взять новые рубежи в любой сфере, независимо от обстоятельств. Я просто хочу еще раз сказать вам огромное-огромное спасибо за то, что вы все были в моей жизни, за то, что мы, на мой взгляд, работали очень слаженно. Мы понимали друг друга. Это и директора школ. Ну вот я к Татьяне Викторовне обращаюсь сегодня как, естественно, к исполняющей обязанности руководителя. Но мы с ней работали как с директором Голицынской школы номер один. И всегда было взаимопонимание среди всех нас. Поэтому вам огромное спасибо. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.